Этот бой очень долго находился в разработке, но теперь, когда он наконец-то подтвержден, как ты себя чувствуешь? Чувствую себя отлично. Знаешь, я наконец-то бьюсь за титул. И я собираюсь забрать этот пояс. Я размажу этого парня, финиширую его, заберу пояс. И это моя мечта. Стать чемпионом UFC в легкой весовой категории. Но на этот год у меня есть еще одна цель, это стать бойцом года. Я финиширую Тони, после этого финиширую Конора. И UFC, может, захотят провести рематч, скажут сделать рематч с Конором, но я скажу нет. Давай-ка, успокойся, вставай в очередь. Я подерусь с другим оппонентом и буду защищать титул. Подерусь с настоящим главным претендентом. Понимаешь? Не то, что Конор. И это будет очень интересная ситуация. Финишировал Тони Фергюсона, финишировал Конора Макгрегора. По окончании года, может, UFC захотят сделать рематч, но я скажу пока-пока. Ты этого не заслужил. И после всего этого подерусь с настоящим претендентом. То есть, раз ты не считаешь Конора нормальным претендентом, то ты считаешь, что он незаслуженный чемпион? Он дрался с Диазом и Нейт Диаз где-то в десятке, в пятнашке. И все легковесы из топа побили его, а Конор ему проиграл первый раз. Постучал. Их второй бой был очень близкий. И потом он побил Эдди Альвареза, у которого 3-3 или 3-2 рекорд в UFC. Так что он не бился с топами из легкой весовой категории. Я так считаю. Он не бился с Тони, он не бился со мной, с Барбозой, с Майклом Киесой. Он не бился с такими парнями. С бойцами высокого уровня. Вот. Но раз уж сейчас он чемпион, то что ему еще делать-то? Следующий бой он проведет либо со мной, либо с Тони. Ему не убежать. Перевел и озвучил Антоненко Владимир специально для Best of MMA.